Колбасы, мясо, рыба, овощи и фрукты пока еще по доступным ценам, но со следующего года цена на них резко поползет вверх. Причина – табу на налоговый спецрежим, именуемый в народе вмененкой. Его платят раз в три месяца. Платила 11 тысяч рублей, то сейчас я буду платить 62 тысячи раз в квартал. Это дело в том, что это будет все отражаться на людях. То есть, соответственно, для того, чтобы нам хоть какие-то деньги оставались, когда мы работаем сами на себя, нам нужно будет это поднять сцены. А поднимут покупатель, который и так делает выбор в пользу крупных сетей, вообще перестанет заглядывать в небольшие продуктовые точки, считают представители малого бизнеса. Сейчас я плачу в квартал 10 тысяч. А по новым законам, по новым, как вы говорите, 1040 мы будем платить. Насколько это подъемная сумма для вас? Ну, для меня она не подъемная. Мне придется, наверное, отказаться от продавца и стоять самой за прилавком. Я и так сама работаю, но еще у меня есть помощник-продавец. Скорее всего, мне придется ее уволить. Многие предприниматели не выдержат и закроются. Многие предприниматели привыкли к этому налогу, который есть. Он понятен, он прозрачен, он легко считается и проверяется. Единый налог на вмененный доход, иначе ЕНВД. Налог фиксированный и понятный. Высчитывается просто. Если торговая точка, то исходя из занимаемой площади. Если грузоперевозки, то исходя из единиц транспорта. Ни НДС, ни налог на прибыль. На вмененки не платят. Но со следующего года акция заканчивается. Мелких торговцев грузоперевозчиков облагают 6-процентным оброком. От такого решения пострадают 37 тысяч алтайских предпринимателей. Налоговая нагрузка по указанной системе налоговложения составляет менее 1%. Наверное, это уже на сегодняшний день не соответствует тем реалиям, в которых мы находимся. Министерство финансов ответило, что оно не считает целесообразным продлять ЕНВД. Он вроде устарел, он морально себя и жил. Хотя, судя по востребованности этого режима, он далеко не черпал свои возможности. Он как раз и вводился, если вы помните, в кризисные годы. И он был серьезным подспорьем для предпринимателей. Вводился в кризисные годы, в пандемию, тяжелые времена, собственно, и забирают бонус. Союз предпринимателей обратился к краевым парламентариям с просьбой не допустить отмены вмененки. Депутаты пояснили, избежать отмены ЕНВД, скорее всего, не получится. Но можно скорректировать как альтернативу патентный налог. Мы готовим очень серьезные изменения именно по патентному законодательству и по нулевой ставке. Идут сейчас предложения до трех лет его продлить действие вот этого закона по нулевой ставке. И расширить наименование видов деятельности предпринимателей. И по патенту, и по нулевой ставке. Может быть, парламентарии расширят списки тех, кто сможет уйти на патент, но избавить их от дополнительных при этом НДС и налога на прибыль вряд ли получится. Хоть на какой я налог заменю в следующем, то есть с 1 января, там хоть как-то его, ну нереальные это суммы. Полтайские бизнес-объединения, что готовили обращения для краевых депутатов, настоятельно просят последних поддержать их и отстоять интересы малого бизнеса на федеральном уровне. Так уж сложилось, что в нашем крае больше, чем в других регионах предпринимателей, работающих по системе ЕНВД. И сегодня они в зоне риска. Я боюсь, нас ждет череда закрытий предпринимателей, череда банкротств. То есть, объективно, налоговая нагрузка вырастет многократно. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.